Путин, как выходец из спецслужб, в принципе, имеет, на самом деле, очень узкий взгляд на вещи. Люди воспринимают государство как абсолютно чуждое, враждебное. В рамках той картины мира, в которой существует у Путина, сколько он будет жить, столько он будет президентом. Ну, просто то, что рядовой обыватель взял и приватизировал квартиру, а кто-то взял и приватизировал, допустим, нефтяные прииски. А прянули люди люди, да, после нацпетий потоп. Добрый день, дорогие друзья, на канале Главтемы Народ. Кагарлицкий Борис Юрьевич, российский социолог, историк, кандидат политических наук. Здравствуйте, Борис Юрьевич. Здравствуйте, Олег. Борис Юрьевич, сразу вопрос. Два известных высказывания Володина, вы о них знаете. Нет Путина, нет России, после Путина будет Путин. Больше интересует второй тезис, безусловно, на ваш взгляд. Насколько долго сохранится созданная Владимиром Путиным конструкция после его ухода? И, по вашему мнению, насколько реалистичен для Путина горизонт нахождения у власти до 2024 года и далее? Ну, начнем с того, что как раз нужно начать, нужно сосредоточиться на первой формуле. Есть Путин, есть Россия, нет Путина, нет России. Потому что эти люди, в принципе, не могут себе даже представить, что какая-то Россия может существовать без них и не под их властью. И, более-таки, совершенно неинтересно, что будет с Россией после них. То есть, горизонт планирования – это их политическое жизнь и время их личного пребывания у власти. Если после этого страна исчезнет, распадется, будет присоединена куда-нибудь... К Белоруссии. Да, будет превращена в зону стихийных и прочих бедствий, это их совершенно не волнует. То есть, это уже не про нас. Ну, помним, как окружение Людовика XV говорило, «Опрену ле дилюжь» – «Последнадцать потоп». Вот это вот четкая формула, по которой они живут. И, как мы помним, ребята из окружения Людовика XV такие потопы в Франции организовали в виде Великой Французской революции, так капитально. Потому что встряхнула не только Францию, но и всю Европу. Так что здесь у нас есть хороший прецедент, по которому люди работают. Есть еще одно обстоятельство, что экономическая ситуация и социальная ситуация не просто ухудшается, она абсолютно критическая. Как была построена путинская система? Мы все время говорим о политике, а есть экономическая основа этой системы. Экономическая основа стояла в том, чтобы рыночно освоить, присвоить, использовать и проесть все, что накоплено в советское время. Но просто то, что рядовой обыватель взял и приватизировал квартиру, а кто-то взял и приватизировал, допустим, нефтяные прииски, нефть, газ. Долю железных дорог или оборудованного сектора и так далее. Ну, просто укажут свои радости. Поэтому они воспринимают все это просто как предмет потребления или как схему, которая позволяет обеспечить потребление. Поэтому страна уже третье десятилетие фактически недоинвестирует свою экономику. То есть у нас катастрофический дефицит инвестиций, у нас катастрофический дефицит обновления основных фондов, то есть, мы просто говоря, моральный износ оборудования и устаревания происходит, особенно инфраструктуры. Ресурс исчерпан, и он исчерпан даже в такой отрасли, как нефтяная, которая для них одна из самых ключевых. То есть, в общем, ресурс в значительной мере исчерпан, и экономика просто может идти только под гору. Откуда такие низкие темпы роста? Россия, кстати говоря, в 2000-е годы была страной БРИКС. В Бразилии, Россия, Индия, Китай. Почему высокие темпы роста? Но это были темпы роста восстановительные. Это еще старая советскую экономику удалось кое-как перезапустить. Предприятия заработали, и они доиспользовали старый ресурс. Они выжили его по максимуму, как раз высокие темпы первых пяти-шести лет Путина. Но, во-первых, скажем, спасибо Евгению Примакову, который все-таки тогда экономику перезапустил после упадка. Но, во-вторых, это просто они выжимали максимум из того, что осталось из имеющихся заводов, предприятий, почти ничего не вкладывая. Но при этом исчерпана и наука, и культурный багаж советский в значительной мере, и психологический. Вот один из важных моментов, что похоже, что еще исчерпан запас доверия к власти, который остался еще с советского времени. Что все-таки советский человек, он мог очень ругать государство, но воспринимал его как свое. То есть, вот я приводил пример, что государство воспринималось как, ну, может, в советское время, потом даже и после, и при Путине, первые где-то 10 лет, какой-то вот родственник, который, может быть, неприятный человек, вот, вороватый какой-то, там, хомоватый, может, там, к нему много претензий, но все-таки свой, да, вот. Вот, и это осталось еще от советского времени, такое отношение государства наше, да, государство наше. И вот сейчас это тоже исчерпано, сейчас отчуждение от государства начало происходить очень сильно, чего в России в общих таких масштабах, по-моему, не было вообще никогда, ну, вообще, не знаю, по крайней мере, давно не было, скажем так. И это очень важно, все, вот, собственно, власти нервничают, мне кажется, что они вот это чувствуют эмоционально. Да, вот, мне кажется, что перелом был все-таки именно связан с пенсионной реформой. Государство и общество – это вот некие мы, там, у нас много всяких взаимных обид, причем взаимных, потому что они кто-то, наверное, на нас обижаются, да, государство не просило вас рожать и так далее, да. Вот, но при всех этих взаимных обидах есть нечто общее, да. А вот сейчас нарастает такое состояние, что люди воспринимают государство как абсолютно чуждое, враждебное, просто вот на фоне апатии это принимается так, что оно чуждое и враждебное, с ним ничего нельзя сделать, поэтому как бы повернемся к нему спиной и будем жить своей жизнью. А вдруг вот повернутся лицом и, так сказать, с не очень приятным выражением, понимаете, что может случиться. Ну, собственно, вот это создает ощущение кризиса, поэтому объективных ресурсов просто для того, чтобы долго длить вот эту систему, а просто физически нет. Мировая экономика не стабилизирована, не будет стабильна в ближайшие годы, это обязательно скажется на России, как на стране-поставщике сырья, поэтому просто вот физических ресурсов для сохранения этой системы и психологических, эмоциональных, культурных ресурсов на момент просто нет режима, поэтому они ужесточают режим. Они же не от хорошей жизни все это делают, и не потому что там злые американцы хотят свернуть. Алиселий, что касается Владимира Путина, его ресурс до 2024 года? Проблема Путина в том, что он уже не может себя представить никем, кроме президента России. И поэтому, в общем, тут речь не идет о 24-м, там, каком-то, там, 30-м, 36-м годе. Вот, ну, в рамках той картины мира, которая существует у Путина, вот сколько ему будет жизнь, столько он будет президентом. Тут вопрос никаких не может быть, и никаких вариантов нет. Понимаете, опять-таки, вот Назарбаев, чем отличался от Путина? Назарбаев все-таки был советский еще партийный чиновник. Путина, партийный функционер. И у него были, пусть и своеобразные, но все-таки принципы государственного мышления. Потому что, ну, помимо всего прочего, он занимался хозяйством, он занимался управлением сложной системой политической. А Путин, как выходец из спецслужб, в принципе, имеет, на самом деле, очень узкий взгляд на вещи. И понятие государственного интереса ему, как таковое, вообще чужд. И ему, и его ближайшему окружению. Поэтому вот разговор о том, что, например, будет с государством без меня и после меня, в принципе, так не стоит вопрос. Он не стоит. Поэтому формула Володина абсолютно железная. Никто такие вопросы не ставит, не обсуждает, не обдумывает. И Путин, и никто, никто, ни откуда, никуда не собирается уходить. Проблема в другом. Проблема в том, что есть какой-то, конечно, людей, в том числе и в самой власти, и вокруг власти, которые думают, ну, понятно, ну, хорошо. Ну, пусть даже до 36-го года. Но, во-первых, все-таки надо сказать, что эти люди, по-моему всего прочего, ну, они же имеют кучу проблем со здоровьем. И у некоторых возникает вопрос, ну, хорошо, ну, 24-й, ну, 30-й год. А вот я собираюсь жить немножко дольше. И я собираюсь тоже быть вечно, да, но моя вечность будет длиться больше. Я вот собираюсь идти до 38-го, а что, допустим, ну, и так далее. Вот, поэтому я думаю, что там сейчас наверху очень много людей расстроено, напугано. Да, напугано еще тем, что ситуация-то ухудшается объективно. Ну, да, это будет длиться вечно политически. Вот мы никуда не уйдем, не уступим, с Кремля сидеть будем. А что вокруг Кремля будет? Просто сплошные пожары и разруха? А тем более теперь еще и на Лазурный берег так легко не уедешь. Ну, понятно, что если ты сидишь на Лазурный берегу, то разруха в Сибири тебе как-то, в общем, ну, не так неприятно, да. А если еще и приходится сидеть где-нибудь там в Иркутске, не дай бог, да, то дым от пожаров еще до тебя доходит. В общем, это сильно портит настроение. На Лазурный берег не свалишь. Ну, не знаю, но вы можете представить жизнь на Венере, понимаете? Вот. А вот для Путина, Россия без Путина, это для нас с вами жизнь на Венере. То есть, ну, конечно, фантазировать можно, но это никаких реальных... Ну, разве он не видит, что при нем все ухудшается? Ну, его личная ситуация не ухудшается же. Александр Фролов, такой есть публицист в газете «Советская Россия», написал очень смешно, что если лиса забралась в курятник, то с точки зрения кур ситуация ухудшается. А с точки зрения лисы нет. Вот. Тут, правда, есть возражение, я тут же Фролов возразил, что куры в курятнике являются конечным ресурсом. Но для этого у лисы должно быть некое перспективное видение. Наши лисы, они, на мой взгляд, лишены этого перспективного видения, тем более, что кур пока еще много. Но это не значит, что они будут длиться так долго, потому что, я говорю, что что-нибудь случится, они перегрызутся между собой, например. Это вполне возможный вариант. А могут вообще возникнуть какие-то непредвиденные обстоятельства, которые все это поломают. Концепция здоровья может кому-то отказать. Может, как-то случится, как я сказал, что вдруг население резко быстро начнет политизироваться. Случайных даже обстоятельств. Причем, скорее всего, это будет не политические обстоятельства. То есть, ждут протестов на фоне выборов, а я думаю, что протесты могут начаться на фоне совершенно бытовой истории. До новых встреч! Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok